Друзья, здравствуйте! Поздравляю вас с большим, хорошим, светлым праздником Светлой Троицы. Святая Троица праздник сегодня. Летний праздник, хороший, для хорошего настроения. Пойдите на улицу, подышите свежим воздухом, как пахнет трава. И эту траву сегодня можно засушить и оставить дома. Можно засушить, я думаю, что и листья с деревьев, потом чай заваривать. Это мое личное мнение, я не знаю. Но раньше сушили траву, вокруг портретов вешали веточки березы. Вы мне тоже написали об этом, я тоже это вспоминаю. Я сегодня хочу испечь, ну, летний пирог с ягодками. Какие ягоды сейчас есть, с теми и можно испечь пирог. И вам посоветую тоже испечь сегодня пирог праздничный. Я показываю вам составляющую моего сегодняшнего пирога. Я возьму три яйца. Я сегодня буду делать без рецепта. Наливной пирог называется. Просто приготовить тесто, разделить можно на две части, а можно и в одну часть все уложить. И залить в форму для выпечки, поставить в духовку. Три яйца, стакан сахарного песка, почти стакан. Смотря какие у вас ягоды, кислые или сладкие, можно побольше сахара. У меня стакан кефира, можно молока. И грамм 100, грамм 100, миллилитров 100 растительного масла. Щепотка соли и разрыхлитель. Ну и, конечно же, мука. Я сейчас в миску разбиваю яйца, смешиваю с сахаром. Буду смешивать все миксером. Можно, конечно, яйцо с сахаром смешать и блендером. Можно смешать венчиком. Можно обычной вилкой. Чем вам удобно, тем и вымешивайте. Я вот так соединила все до пеночки. Теперь добавляю сюда, ну, хотите по порядку, хотите беспорядка, щепотку соли. Сюда растительного масла выливаю. И продолжаю вымешивать. Друзья, у меня стаканы вот такие обычные, на 250 миллилитров, если кто-то будет спрашивать. Это тоже такой же стакан. Я сюда добавляю разрыхлитель в кефир. Размешиваю и тоже в тесто выливаю. Вот так у меня получилось. Смешиваю снова. Видите, ободочек желтое. Тесто это яйца с сахаром, которые я уже смешивала с маслом. И сюда же вылила кефир. Теперь снова смешиваю. Вот такого цвета мое тесто будущее получается. Потому что яйца домашние, желтки очень оранжевые. Сейчас травы достаточно. Я им по несколько ведер травы приношу в вольер, высыпаю и курочки клюют с удовольствием. Я забыла, можно добавить ванилин, если кто хочет. Маленький пакетик. Ну и, конечно, перемешиваю. Друзья, я сегодня работаю без рецепта, записанного в тетрадь. По своим вкусовым предпочтениям. Ну и я так постоянно делаю этот пирог. Я просто вместо кефира могу добавлять молоко, могу добавить сметаны. И рецепта я вам не напишу. Просто смотрите, что я добавляю все. Остается добавить муку. Муку добавлять буду частями, потому что смотреть буду по тому, какое тесто плотное получается или жидкое. Мне нужно, чтобы тесто было льющееся. Пирог называется наливной. Сейчас вот добавила часть муки. Перемешаю, чтобы не разлеталась мука по всей кухне. И немножко перемешаю снова миксером. Вот посмотрите, какое у меня тесто получилось. Оно стекает с миксера. Все, миксер мне больше не нужен. И в помощь мне идет лопатка. Счищу немножко с лопастей миксера и подчищу края миски. Пойду в огород еще посмотрю, какие у меня ягоды на сегодняшний день есть. Смотрите, у нас уже начинает спеть черная смородина. Это старый куст. На нем немного будет ягод в этом году. Вот еще кустик с ягодами. Этот кустарник, у которого листья как у крыжовника. А ягоды похожи на смородину. Здесь много ягод. А это у нас растет черноплодка. Но это будет только к осени спеть. Ее очень много. Еще ее называют аронией. Друзья, вот и красная смородина. Но она еще тоже не совсем спелая. Петух вас приветствует. Так что ее тоже рвать не буду. Остается что? Клубника. А это крыжовник. Но он тоже еще не спелый. С этими ягодами я буду спеть пироги гораздо позже. Но тоже летом. Наливные пироги будем делать. Иду домой. Буду пользоваться клубничкой. Она правда в этом году мелкая у меня. Надо выводить новые сорта, заводить, рассаживать. Тем, что есть, буду пользоваться. Итак, тесто мое уже готово. Я сходила на прогулку в сад-огород. Вытащила вот такую стеклянную форму. Я налила сюда чуть-чуть растительного масла. Сейчас смажу донышко и бока. И обсыплю форму манкой, как я всегда это делаю. Манку я всегда пересыпаю в бутылку из-под молока. Мне так удобно. И вот так очень аккуратно понемножку подсыпаю форму. Донышко и стеночки. Оно все прилипает на масло хорошо. Много не сыплю. Лишнего не надо. С другой стороны теперь. Если насыпите чуть-чуть лишнего, так постучите. Но у меня лишнего нет. Постучите, потрясите, оно распределится. Ну и вот боковушка последняя. Все, все готово. Выливаю сюда тесто. Хотя можно вылить тесто и сверху ягоды положить. А я, наверное, положу ягоды сразу в тесто. Перемешаю все вместе. Если ягоды кислые, то, говорю, можно добавить изюм туда. Или лишний сахарок подсыпать. Несмотря какие у вас ягоды. Я сейчас сюда клубничку положу. Отобрала, которая помельче. Помельче сюда высыплю все. И перемешаю. Я все же сюда добавила немножко изюма. И перемешивать нужно осторожно. Снизу вверх приподнимаю тесто от донышка. Кверху переворачиваю. Духовку уже включила на разогрев. Сейчас прогреется духовка до 180 градусов. Поставлю на выпечку. И минут 35-40 будет печься. Выкладываю тесто. Распределяю тесто по всей поверхности формы. Слышите, духовка заработала как громко уже. Ягодки можно утопить, чтобы их не было видно. Чтобы они не подгорали. Хотя я хочу сверху присыпать крошкой. Я как-то делала пирог. У меня вот эта крошка, как она называется, телезитерская, осталась. Я в холодильнике ее держала. А сегодня, если она загустела, у вас если остается крошка, в холодильник ставьте. Если она загустела, измельчите. В измельчитель ее можно положить. И она становится равномерной. Вот так примерно я выровняла поверхность. Можно еще вот так потрясти. А и вот эта крошка, про которую я вам говорила. Я ее измельчила. Все посыпаю поверхность. Просто сверху поверхность пирога присыпаю. Можно и без нее, конечно, пирог испечь. Я тоже так делала, пекла. Но раз есть крошка, я посыпаю. Ее надо использовать. Тут, по-моему, еще на один пирог останется. Будем ждать, что там из ягод поспеет. Я вам сняла, что наши ягоды на подходе. Черная смородина, красная смородина. Крыжовник попозже, наверное, будет. Ну, вот так. Это выглядит вот так. Ставим в духовку. Духовка прогрелась. Засекаю время. 40 минут прошло. Мой пирог испекся. Посмотрите, как он выглядит. Поближе рассмотрите. Очень горячий. Разрежу чуть-чуть попозже. Смотрите, какой он красивый получился. Я его из этой формы вынимать не буду. Он сейчас отдохнет. Я прямо так разрезаю. И кусочками вытаскиваю на блюдце, на тарелочку. Поэтому я сейчас его накрою полотенцем. И пусть он немножко отдохнет. Пирог мой отдохнул. Давайте вместе с вами посмотрим на него. И разрежем, конечно же. Я особо маленькие, мелкие куски не люблю. Я люблю большие куски. Форма, кстати, у меня большая. Я ее не измеряла, но большая. Сейчас я возьму лопатку. Так, это салатная. Но буду пробовать то и другое. Опа! Все получилось. А, вам не видно. Давайте с другой стороны я переверну свой пирог. Так, и смотрим. Первые живые увидите. Та-да-та-дам! Все это вам. А потом уже мне. Ох, какая красивая серединка у пирога! Прелесть! А какой он ароматный, крошечка. Надо чай срочно ставить или кофеек. Так, средний кусок смотрим. Какой в середине. Руки отмывать надо после клубники. Я перебирала. Я клубнику не только на пирог набрала, а еще на зиму замораживала. Так что я ее чистила. И руки у меня испачкались. Нравится вам мой пирог на троицу? Вот такой сегодня у меня пирог получился. Так, вот такой разрез у этого пирога. Смотрите. Пирог в разрезе. И будем чаевничать или кофейничать. Не знаю, что будем делать. Я желаю вам всем сегодня хорошего дня, хорошего настроения. И пусть у вас и в сердце, и в душе будет спокойно за всех своих родных и близких. До новых встреч!